Активисты привыкли, что общественные слушания чиновники часто воспринимают как формальность. Но губернатор настоял на публичном обсуждении изменений в генеральный план Краснодара. Действующий документ, который регулирует застройку, благоустройство, в общем, любое освоение городских территорий, принимали еще в 2012 году. Часть правил устарела, часть просто не отвечает интересам горожан. Люди против застраивания зеленых зон. 25% озеленения локально находилось в тех или иных проектах планировки. Сейчас смысл нашей работы, которую мы сейчас делаем. Мы соединяем все зеленые оставшиеся пространства, которые есть, в тех местах, где планируется застройка, вот эти зеленые зоны, 25%, выделить зелеными участками. Если верите нынешнему генплану Краснодара, то парков, скверов и рощ в городе достаточно. По федеральным нормам на каждого жителя обязаны предусмотреть 16 квадратных метров зелени. В погоне за формальными показателями в генеральный план от 2012 года просто вписывали зеленые зоны туда, где их физически уже не могло быть. Показывает на фотографиях исполняющие обязанности мэра Евгений Первышев. То есть парки и скверы были только на бумаге, а на деле – промзоны, жилые дома и дороги. Фактически где-то 600 гектаров, понимаете, 600 гектаров – это несуществующие зеленые зоны. Мы должны уйти от бумажного генерального генплана. Если эта зеленая зона есть, значит, она должна быть разбита, распланирована, закадастрирована, и там должны произрастать деревья. Ясно, что с командой, которая таким образом работала над старым генеральным планом, новый не сделаешь. Вениамин Кондратьев уверен – недобросовестные сотрудники не должны оставаться на своих местах. Здесь какие выводы? Они просто не должны работать. Вот эти люди, которые они допустили, они просто сегодня сделали то, что мы уже никогда не вернем. Я надеюсь, что вы здесь будете так же принципиальны, по отношению к тем, кто это допустил, если они до сих пор еще работают. Вот с этой командой, вот этих товарищей, которые разрешение выдают налево-направо, мне точно не по пути. Я считаю, Игорь Алексеевич, и вам не по пути. И знаете, и не нужно думать, что они такие вот незаменимые. Мы все время боимся кого-то там передвинуть, поменять. Слушайте, ну они гадят, поверьте, гадят, где попало. И до сих пор находятся в кабинетах. Также важно привести к единому знаменателю генпланы правила застройки и землепользования. В этом согласны и чиновники, и общественники. Просто абсурд, когда один документ противоречит другому. Город для жителей. Поэтому давайте спросим у жителей, будет ли комфортно им жить в Краснодаре, краснодарцам. И не нужно сегодня убеждать меня, чтобы я убеждал их, что мы настолько умны, что завтра им будет комфортно в том, что им понастроил. Я понимаю, что Краснодар нельзя остановить в развитии. Но, коллеги, мы сегодня сами создали Краснодар, когда не проедешь, не пройдешь. Новый Краснодар в микрорайонах. Там должны быть и парковки, и только скверы, и детские сады, и школы. Генплан и правила землепользования и застройки должны отвечать реальностям жизни. Реальностям. Не интересам кого бы ни было. Или чиновников, или застройщиков, или строительного бизнеса. А интересам жителей города. За последние пару лет в мэрию от жителей Краснодара поступило 2500 заявок по изменениям в генеральный план. В проект обновления вошли около 600. Но, как признаются эксперты, часть заявлений подана в интересах строительных компаний. Чтобы решения принимались не предвзято, Вениамин Кондратьев напомнил слова президента во время его послания к федеральному собранию. Люди должны сами решать, как будут выглядеть их города. Я не вижу взаимодействия с ними. Я не увидел объектив. Я не понимаю, что мы там делали. И какие идеи, и чьи продвигали в этом генплане. Знаете, в чем минус? Каждый протаскивает. Интересно. Даже не интерес, а свою точку зрения. Да не могу. Я сегодня не готов поддержать генплан. Это не в интересах города. И явно не в интересах горожан. И такое развитие городу не нужно. Мы должны принять такое взвешенное, правильное решение в интересах большинства горожан. Поэтому давайте еще раз будем конструктивными. И за три дня в том же составе, до точки принятия решения направлять проект генплана или не направлять в городскую думу, мы встречаемся. И тогда будет понятно. Или мы отправляем проект на доработку, или мы направляем его в городскую думу. Но решение, я еще раз подчеркиваю, мы примем все вместе. И там я поставлю однозначную точку. Решено было, что жители Краснодара, которые сегодня участвовали в общественных слушаниях по изменению генплана, войдут в комиссию по землепользованию и застройке. Она уже решит, отправить проект на утверждение в городскую думу или вернуть обратно на доработку. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.